здравствуйте с вами интернет канал максимадзе и сегодня мы продолжаем играть в gta 5 winter edition зимнее прохождение со снегом зима на дворе и так далее это третья серия и чем мы будем сегодня делать у нас есть один вариант это случайный прохожий и это единственное по моему место где нужно для прохождения сюжета обязательно пройти случайно и франклин иди сюда позволь мне скрыть твое одиночество да что с тобой тони да не со мной ничего не видеть у тебя не очень а биджей где курит а ты ну я как бы бросила почти да все ясно с тобой но биджей все потеряет он потеряет дом ты понимаешь чем бизнес не гранат вы кузен он не никакой не кузен ну раз так тогда ладно я нифига не знаю про эвакуацию тачки да это просто если биджей смог то я тоже ты давай вместе ну ладно окей давай побыстрее у меня дела нигер притормози таниша была права про интересно про что ты говоришь а где твоя тачка то вот садись сюда и куда же мы едем грузовик на старпстоянке дэвис блин и как же я взялся с это дело франклин клинтон мы оба знаем что ты на меня заглядывался да ты точно под кайфом говоришь тебе я завязала с этим то есть я беру иногда просто для вкуса так у меня все нормально сам видишь да как скажешь двигаем выглядит она не очень красавица не назовешь точно на курина вот грузовик биджей поехали зарабатывать бабло да поехали конечно поехали да вызываю 29 это диспетчер прием у нас брошенный автомобиль в сан-андрес сувеник а мы займемся этим делом не расслышал идиот это тони и мой пацан франкин мы сменяем диджей дебе а понял это не машина развалюха там уже несколько дней стоит ну ладно сейчас сделаем на джейбе и выше джейби вышел на божий свет да вот только я не получу никакой прибыль от этого подвеси не нужно ответить и все компенсирует они одни не я не об этом еще вообще часто бой я не понимаю блин тони на самом-то деле тони и вот это вот ее бойфринт джейби блин сложно произносится честно говоря немного наркоту постоянно принимают и на эвакуаторе и вот они устроились работать чисто для того чтобы заработать на новую дозу это ненормально надо бы бороться с такими я спросил как бюджей это делает медленно сдай назад и опустив люк он должен стать на место развалюха точно точно развалюха стекол нет пар нет тоже по готова прицепили едем на стоянку да чуть-чуть опусти я вот за что мне эта работа объясните мне пожалуйста да крюк можно поднять столько когда и отпустить только когда неподвижен ой 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 еще одна развалюха теперь получилось блин я не буду это звучит потому что не на дорогу они спранклина кстати друзья здесь насколько я помню насколько я знаю я надеюсь мой фургон сохранился да сохранился это меня радует открывает дверь быстро надо было раньше тебе дверь открывать но мы не все на районе если что-то нужно скажи да 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 конечно обязательно одолжение теперь доступно аж два задания первое от майкла второе от франклин и какой бы нам лучше выполнить давайте к себе поедем выполним сначала задание от франклин ало эй послушай послушай да ты был мне как сын сотрудник месяца для тебя это ничего не значит да чувак мне приставил пушку затылку дай никакой преданности никаких принципов лучше бы ты принял мой бизнес совершенно законный бизнес ты в дерьме по уши в дерьме да 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 ты уволил меня но их фиг с ним мне вообще пофигу на самом деле ну конечно я просто спасла ему жизнь знаешь я уже начинаю терять терпение не представляю как ты справишься я ведь женщина справлюсь я сделала все что могла ты знаешь какие могут быть они подожди ну сколько же еще мы пяти ядров не прошли просто спроси же духовая прогулка крепляет тело и душу модная вещь мы женщины мы женщины мы женщины долой психиатры услышь наш крик мы женщины мы свободны знаем мужик и не хочу слушать даже франк это твоя тетя да ну да конечно как я по ней скучал она просто увлекается прогулками ну да она же твоя тетя просто офигенно крутая пошли куда пошли надо забрать кое-какое добро за углом поговорим по ходу не хочу поехать нельзя за угол вместе с чёпом то тебе ходить нуд надо уметь ну ладно долговя за этой скотина чёп какой хороший пес что ты задумал похищение помнишь де того тупорылова кента избалась я рассказал никаких больше гангстерских разборок в стиле ретро я хочу зашибить немного бабла будут тебе и бабки никаких гангстерских разборок это просто будет выглядеть похоже но ты должен понимать разницу он здорово моя тетка будет счастлива она только и ждешь чтобы я сдох и когда она заживет в одиночку о фургон люблю фургончики заходи чоп едем на бульвар вайн вуд кореш мне не нравится твой пёс ой точнее в смысле нравится у нас немного общего ты обоих нас раздражаешь да я работаю на вас обоих собственно она фиг с ним ты видел танюш я у нее все пучком а вот у нас с тобой фигово все знаю я встретился с этим парнем очень белым очень серьезный парень этот чувак понимает улицу чую от него нам толк будет нафиг он нам сдался я сам улицу понимаешь ты понимаешь улицу это ты просто мелкий кармане только может кредитки тереть гоняешь грузовики с бензином ты робин гуд какой-то мелко опытный да все уже покончено слушай я не боюсь сдохнуть но если подыхать то не просто так кентам на нас насрать ладно ведь и врезался и неудобно читать и ехать до времени по ее и осторожно вражеская банда ты для нас доехали уже до быстренько что-то честно говоря на самом деле он так что и гости где-то в этом переулке да и как дела разве то что нравится черты все я просто хотел тебя и ничего тут откликать да что же такое я же гангстер старой школы и что какого фига него тут миллион таких гангстеров как ты если запихнуть и в задницу таблеточку x ты еще умолять подумаешь это отвратительно и как она чё за дела гангстерам уже не дает никто я пошел ты нафиг я никто ни с кем тут не делится но она заткнись пошло на вообще все вы вроде вне закона мне кажется вы мудаки в расписных масках ну ты чё говоришь ты стукач да ах ты козел тихо были так надо догнать этого чувака фургон надо дают надо догонять его у него мотоцикл мы думаешь догоним его на такой машине чоп держись он уходит ничего догоним не может же он постоянно ездить сколько время на часах ты видел ту штуку она классная как раз по мне да я таким вроде бы ой нравится выкинь ты баб из головы хоть на минуту ты хуже чопа бля ой 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 если мы хоть на минутку его упустим ты можешь включать свой кунг-фу и я буду расстроен это было мне сезару думаешь ты лучше справишься это дерьмо не может ехать быстрее франклина есть суперспособность активируется на капс можно короче во время езды активировать и при этом будет легче объезжать машины это довольно интересно в следующий раз мы нормальную машину возьмем они этот грануле вы видите если бы я вы сейчас не сделала я бы врезался бы точно в ней да не догоним мы его видите он он уже довольно близко к нам то есть его края его тоже его сбила автобус отлично чопу надо ремень безопасности на черт ему хана берите чопа и беги за этим придурком а ты чё расселся тоже бы побежал давай чоп схвати его за задницу а он сваливает как ты оказался вот такого идиота хозяина как-то у него вообще в друзьях оказался лучше бы ты бы был бы моим псом может отправить его может отправить большой кусок мяса тебе если ты найдешь этого засранца получит большую кость бег повышает выносливость да не сомневаюсь только она у нас ограничено да это это прям спортивная пробежка уже пошла да начнет снижаться здоровье я знаю блин давай малыш найди его если вы выберете чопа чтобы увидеть мир его глазами да жаль только что мы играть за него не можем я лучше буду за франклина играть чуешь что нибудь в этом месте а попался нет почему ламар его не ищет интересно ну и злобная ты псина идем дальше но зато послушная ты здесь да где же он блин давай малыш ищи его живо искать его чок я с тобой пошли сколько время 20 сейчас будет время который ночь будет нереалистичный понюхай этого варю думаю там его нет эй куда ты это чё это парень избавлась тебе такой да ха 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 капец какой а ну слезай отсюда чоп чоп ха 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 слезай блин совсем что ли обалдел блин это не собака а пес по моему вообще давай к делу найди плохого парня чуешь запах этого ублюдка бери след ну ка еще поищем давайте руки вверх а попался боишься собак не мига просто схвати его за задницу давай 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 отлично пошел ты она укусила меня а ну заткнись эй иди сюда не хочу с вами связываться да мы сами по себе а ну быстро полезай фургон ты кусок дерьма а ламар дэвис это ты хватит болтать залезай долбаный идиот залезай давай чоп тоже залезать стереги его так погнали если чопа не дрессировать он по кривой дорожке пойдет спрячем этого парня у меня нет ладно я доеду ладно я тут уже обрежу чичик че там натворил братан да ты же им выдал где мы находимся по телефону позвонил блин мой пошел ты нафиг дай сюда мобилу блин че ты делаешь да скоро увидимся ты жив только потому что мы пожалели твою задницу из зала мара блин тупые козлы давай проваливать сюда чтоб тебя больше тут не видел нет мы тебя наверное еще увидим блин короче жаль это к сожалению не попало в кадр но ладно ладно я это вставлю видео хороший телефон ты хотел чтоб тебе заплатили я не озвучил это вот все приехали засранец да ты сам засранец берегись давай парней из балласа они теперь тебе искать будут и копы тоже кстати ооо как страшно я так испугался я вообще так гангстер могу сам за себя постоять да фига лысого ты можешь блин короче ламар насчет бабок решил позвонить по телефону вообще плохая идея они ж теперь отследят же нас короче давайте теперь на майкла переключимся жаль что он не дома а ну почти дома я бы сказал надо майклу тоже фургон раздобыть и я хочу красный именно фургон раздобыть красный фургончик как был в первом прохождении добудем его пожалуй ой надо бы прилечь дверь закрыта это интересно почему фух блин даже в спальню не дают зайти ключи наверное опять закрыли ну ка в гараже ключи есть мне нету ладно ладно ничего страшного эй эй аманда трейси джимми эй куда все делись то так 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 аманда аманда ну если ты там сейчас в моем доме убирайся майкл я плачу этой козлине полторы сотни баксов в час чтобы он мою жену трахал в моей постели майкл уходи ой извини приятель она сказал что у меня договорен у меня сейчас с тобой будет договоренность козел я твоих похоронах договорюсь реально реально извини меня я возмещу этот урок ну все ты сдохнешь теперь ты труп а ну иди сюда блин о черт а эй ты остановил эй че случилось отойди с дороги ничего просто не разумею она трахалась мы в постели да ты гонишь все было не так поможешь да помогу догоним этого чувака не убивай только его пожалуйста да жена тут уже и майклу изменяет я смотрю мы уже суем твой пикап не одного чувака который работает мини я верну его потом возможно к нему будет труп прилагаться так мы его че мочить будем да он сам сдохнуть захочет проблемы то какие да ну нельзя срать в чужом доме да вот и мини а в моем доме начали срать уже давно он свернул влево блин уйди с дороги нах больше он не наставит мне нельзя упускать его эй оно съезжает сюда кажется мы не упустили он живет где то в районе каньона мы найдем его вот на грунтовую дорогу что он в одном из таких домов живет да смотри он бросил машину а вот и наш козел нифига как он устроился то здесь тренер по пенису а не по теннису эй слышь мудак ты сбежал до того как мы выяснили вопрос майкл дружище ты все неправильно понял да что ты говоришь трахать замужных женщин это хобби твое да в кузове есть лебедка привяжи канат к одному из тех столбов ты хочешь разрушить его дом этот урод разрушил мой брак ну зачем делать из муки слона да как скажешь я сказал я возмещу этот урок чувак да таких уроков было дофига и больше чувак и мне кажется вам не только ударов слева отрабатывали удар у менди стал куда лучше слева иногда просто делать шаг назад и потом снова двинуться вперед да думаю мне стоит подняться к тебе и потренировать удар слева по твоей роже дружище твоя негативная энергия меня сейчас просто убьет ооо я на это просто надеюсь я очень надеюсь на него ты пришел в мой дом взял деньги трахнул мою жену совсем с глазу съехал слушай дружище я искренне раскаиваюсь это было невежливо серьезно я перед тобой виноват оооо это так мило с твоей стороны как благородно давай я тебе еще поаплодирую ах ты факин мадафака чувак сейчас посмотрим как тебе понравится когда твоя жизнь пойдет под откос постой ты все неправильно понял прияде ооо неужели ну посмотрим сейчас что будет ооо да ты реально без башни ааа ты только глянь на это дружище давай жми сильнее да она походу сейчас точно рухнет давай давай еще сильнее ох 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 нифига себе бля это красота вообще ха 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 зашибись посмотрим как ему это понравится ну нифига себе получай козел привет веранде слышь кое ты тебя тут накрыло не только веранду безрассуден тот кто строит дом у себя на виске вряд ли старина Матвей думал о грузовика когда писал эту фигню о господи жесть какая то нафига творится тут хорошая месть заизвение мистер де санте какого черта это не мой дом гонишь ты че брател я могу позволить себе таких хором я же тренер если теннисом на хлеб зарабатывать сюда забежал так спрятаться дай ко мне телефон тебе конец тебе конец теперь ты труп 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 Мартин Мадраса тебя прикончит о мадам вы меня прям так напугали прям до смерти вообще ты труп Мартин Мадраса да пошла ты нахрен о Мартин Мартин Мадраса вроде так она сказала чёрт тут вообще всем заправляют молись чтобы да что тут молиться девка тупого истерики не парься кем бы ни был этот Мартин Мадраса меня не пугает тренеру стоило трахать ту русскую ха 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 да я и всю жизнь ты разрушил конечно о походу у нас громила на хвосте нифига себе парень ты можешь что нибудь сделать ой 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 а мы справимся же мы справимся же ай ай меткие конечно у нас оружие слабовато как ты там в прэнк да пытаюсь минус один уже есть отлично одна машина готова вроде мы ушли от него ладно поехали тогда назад ух ты неплохо поработал то есть палил куда попало но все равно помог спасибо наверное а не обижайся сходишь в тир набьешь руку все будет путем вот черт с тобой все в порядке да я все пучком пару ушибов но ты молодец парень я в порядке я спрашиваю как ты в моральном плане в моральном? все хорошо чуть-чуть сердце из груди не выскочило но уже забыл когда такое было дружище ты прям какой то маньяк честно говоря за тобой же теперь охотится глава мексиканской мафии Лусантоса не ссы мы их сделали кто бы не был этот Мартин Мадраса меня он вообще не пугает мы сделали пару несчастных шестюрек спасибо за помощь парень и думал что будет так жарко черт стащить дом с холма тот еще способ насолить врагу а я думал что все это дерьмо в прошлом даже не знаю что за фига тень сейчас творится черт походу мы сейчас узнаем вы знаете кто я такой вы знаете кто я такой а нет не знаете да кажется я знаю окей я знаю кто ты и знаю где ты живешь тебя как зовут Франклин права и так Франклин может расскажешь мистеру де Санто кто я такой кажется вы Мартин Мадрасо хороший мальчик а теперь расскажи ему все что ты обо мне знаешь чувак мистер Мадрасо мистер Мадрасо очень уважаемый бизнесмен его по ошибке обвиняли в руководстве мексиканской банды в Америке и перевозке наркотиков но обвинения были сняты поскольку все свидетели пропали умный мальчик а теперь Майкл я тебе задам один вопрос зачем ты час назад разрушил дом представляющий собой настоящее архитектурное чудо в стиле Морден в Вайнвудхилд я думал что его владелец дракать мою жену было бы удивительно если бы у тренера по теннису был бы такой дом да как сразу не подумал да это уж точно что ж Наталье придется пока пожить в отеле пока ремонт идет за твой счет да конечно хорошо и мне кажется ремонт обойдется где то два с половиной миллиона конечно супер вообще великолепно просто давай чувак ты в норме я как никогда и че теперь похоже со ставкой придется повременить блиин что я натворил а я теперь в долгах по самую макушку деньги я умею добывать только одним способом грабить мне придется связаться со старым другом мне нужен лестер думаю он в городе возможно придется его поискать я займусь этим сам дай мне немного времени конечно чувак но как бюл плохая была идея конечно здравствуйте это номер лестера креста а кто спрашивает кто спрашивает да ты через что осторожен даже для покойника майкл а что-то ты не весел дружище даже смерти лишила себя такты и обаяния заходи в гости стремя я живу в лос-сантосе как и ты марьера хайц эй стоп как ты черт побери повесил трубку короче у господи плохая была идея разрушить этот дом потому что дом этот принадлежал не этому тренеру по теннису тренеру по пенису ё-моё скорее уже по пенису потому что ну нельзя так делать замужними женщинами но блин ну блин этот дом любовницы этого мартина мадраса 2 миллиона долларов придется заплатить за него деньги мы умеем давать к одним способом это график привет док майкл я смотрю свой ежедневник но не нахожу там вашего имени док вы же знаете я редко записываю прием прием без записи стоит дороже но я с радостью всегда вам готов помочь с радостью готов помочь пока мне есть деньги да док я плохом состоянии возможно зайду к вам скоро флан майкл теперь может посетить доктора фидлендера который находится вот этой точке которую видите сверху только нам это принципе ничего полезного такого не даст для сюжета ладно на этом мы пожалуй закончим следующей серии мы будем уже заниматься реальным преступным дел всем спасибо за просмотр с вас лайкос подписаться и что такое шли слишком рано для тенниса допустим у меня не будет нового тренера так скоро мне нужен партнер для игры боюсь что моя рука слабеет слабеет да давай ка позвоним тебе что ли но что случилось не парься это тебя не касается он мертв мнение я скоро могу зажмурить спасибо тебе ты о чем ни о чем ни о чем просто забей он не мертв ладно на этом все с вас с вас лайкос подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на мой второй канал и на группу вконтакте всем пока спасибо спасибо спасибо